Я сейчас представлю слово нашему Тарасу Винничу, аспиранту нашему кандидату, который расскажет о своих проектах инженерных, которые он делает совместно с немцами. По самом рынке труда в Европе. Как правило, работодатель за рубежом в нашем представлении выглядит примерно вот так. А сама работа, ну где-то вот так. На самом деле, в первую очередь, следует помнить о том, что в развитых странах правит капитализм и крайний рационализм, поэтому ценится только тот, кто приносит деньги. То есть, вот так примерно выглядит в нашем представлении, как используют наших выпускников. Правда на 100%. Опять же, человек востребован только тогда, если он может приносить деньги какой-то компании. Справа вы видите, это доктор Нандар Томаскович, сам поляк, работает в Афраберской дворной академии. Он заведующий кафедрой геологии. Он же секретарь, он же единственный преподаватель на этой кафедре. Это человек, который приносит деньги. Вся кафедра состоит из одного человека. Слева на фотографии, посередине, профессор Дребенштетт. Ездит на крутом Мерседесе. Но этот Мерседес стоит под окнами его кабинета с 7 утра до 7 вечера. Иногда до 8, иногда даже на выходных. То есть, все работают. В чем заключается преимущество наших выпускников? Я написал кратко. Это специалисты широкого профиля. То есть, понятно, что если человек имеет образование механика, я механик. Я знаю и технологию машиностроения, и геологию, и смежные дисциплины. Не говоря уже о смежных науках экономика, менеджмент, маркетинг и другие. Качественная подготовка. То есть, было с чем сравнить. Могу сказать с полной ответственностью, что наши выпускники конкурентоспособные. Знают во многих случаях гораздо больше, нежели выпускники европейских вузов. Быстрая подготовка. Не всем понятно. Значит, наш вуз и вообще вуз Украины готовит выпускника за 5 лет. Таким образом, в той же Германии вы можете встретить студента, которому 32 года, 35 лет. Хотя поступал в 20 лет. То есть, растянуто обучение. У нас обучение идет сжато, интенсивно. Каждый день с утра до вечера обучения. Я выпускник каждой годных машин. Хотел показать несколько фрагментов. Значит, теоретическая подготовка. То есть, прошел весь курс инженерных дисциплин. Практическая подготовка. Сейчас вы увидите практику на разрезе в Константиновском, в Александрии. То есть, сфера моей дальнейшей деятельности касается именно глубоководной добычи. На этом судне мы планируем пойти в морскую экспедицию. Разрабатываем оборудование для добычи. Военная подготовка. В Горном университете есть кафедра военной подготовки. В ДНУ и в Металлургическом институте Академии. Уже нет. Разрушено. И мой товарищ аспирант Александр Шевченко поехали по программе Министерства образования и науки молодежи и спорта Украины во Фрайберскую горную академию. Где как раз и сумели себя зарекомендовать. То есть, показали свои знания, нами заинтересовались. Сейчас продолжаем работать с немцами. Видите фотографии. Экскурсия в серебряную шахту. Ну и наша работа в немецкой лаборатории. Не все фотографии показываю, потому что оборудование некоторое засекречено. Значит, походы. Можно заниматься в различных секциях. Результаты обучения. Значит, опять же, в Горном университете можно на пятом курсе получить второе образование. У меня два диплома. Один человек может как проектировать, так и делать расчеты на прочность в других приложениях. То есть, опять же, экономия. Но если научить нажимать кнопки, можно и домохозяйку, то инженерии нужно пройти весь полный курс. Всю боевую подготовку. Вопросы? Тяжело не устроиться инженером в районе? Нет. Легко устроиться. Ну, дело в том, что... А вот это другой вопрос. То есть, работы предлагают. Еще было распределение. Предлагают работы. Значит, многие пошли в конструкторское бюро, сейчас работают. То есть, работа есть. А вот высокооплачиваемая. Здесь, опять же, идет ставка на то, зачем вы будете, так сказать, гнаться, на что делать упор. Сразу большие деньги вам не заплатят. К вам будут присматриваться, будут обещать карьерный рост. То есть, работать на перспективу. А еще можно? Накладывает ли это определенное ограничение на устройство? То есть, можете ли вы, например, работать, не знаю, транспортом каким-нибудь заниматься, разработкой или нет? Конечно. То есть, инженер-механик востребован не только, но во всех сферах, где есть слово механик. Есть ключевой момент горный инженер-механик. Вот что она значит, горный инженер-механик? Горные машины всегда отличались своей сложностью. Вот, к примеру, угольный комбайн. Сколько необходимо, значит, редукторов, других механизмов вместить в такой небольшой объем, причем, который бы передавали очень большую мощность. То есть, горный инженер-механик, это еще намного сложнее, чем те же машиностроители. То есть, если у вас автомобиль, вы работаете на поверхности, у вас нет ограничения в пространстве, то там все нужно сделать сжатое. Карьерные автомобили весом 700 тонн, 5000 тонн, роторные экскаваторы весом 10 тысяч тонн. Это огромнейшие машины, это сложнейшие работы. То есть, инженер, который умеет проектировать горные машины, все остальные машины для него это расплюнуть, так сказать. То есть, главный маркентолог на Депротяжмаши, наш выпускник, главный проектный менеджер на НКМЗ, наш выпускник. То есть, это все связано уже потом, как карта ляжет по выпуску. Значит, ну, если у кого-то есть интерес к дизайну, сделать что-то красивое, тоже, как сказать, и технологии инженерии здесь, как говорится, помогут. Ну, а дальше, как сказать, как карта ляжет.